Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую, сегодня будет довольно-таки необычное видео, потому что я хочу проверить ночной заработок на работе дальнобойщика на максимальном скиле. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, если хотите видеть таких роликов больше. Но в начале игры, как обычно, вам поможет мой промокод, вводите промокод Палканов на любом сервачке до пятого уровня, за ним получите приятные бонусы. Вся информация есть в описании под видео. Ну что ж, ребятки, я думаю, не будем трянуть время, получается у меня газон, третий чип, нитро. Да, ну то есть, все самое важное, что нужно, у меня для работы как бы есть. Ложим, получается, все наши деньги вообще до копеечки, то есть, все, мы это сделали, штрафы у нас как бы не будут приходить, поэтому нам все равно. То есть, ночью после 12 светофоры и радары не работают. То есть, мы можем теперь спокойно как бы ездить, без каких-либо проблем, и за счет этого мы должны, по идее, заработать больше. Ну что ж, засекаем время, давайте 00 у нас 19, ну давайте 0020, то есть, в час 20 мы должны будем закончить, как бы, наш эксперимент. То есть, берем, получается, рейс, вот, 68 тысяч, первый рейс вот Карина. Мне, если честно, самому очень интересно, сколько мы заработаем, потому что я, на самом деле, ночью очень редко катаю, то есть, может быть, там, пару раз в месяц, не из-за того, что, как бы, я не могу. У меня просто режим, то, что я обычно ложусь спать в 12 часов ночи, как раз в то время, когда нужно катать дальность. То есть, сейчас можно просто газовать на все бабки, светофоры не работают, радары не работают. То есть, пока что рейсы такие дефолтные, рейсов от ТК, как таковых прибыльных, то есть, нету вообще, в принципе. Ко мне, кстати, в голову пришла такая идея, очень интересная, то есть, если вы реально постараетесь, если вы на этом ролике наберете много лайков, а именно, если вы наберете 300 лайков на этом ролике, я запишу видео, где я буду работать всю ночь. То есть, буду работать с 12 часов ночи до 6 утра, то есть, до рестарта. То есть, я буду работать 6 часов, и мы посмотрим, сколько за всю ночь я смогу заработать. Тем временем, мы за 8 минут заработали уже почти 200 тысяч, то есть, идем реально очень даже хорошо. Так, у нас уже тем временем 400 тысяч почти, это прям бодро. Ну, как бы нормально, но хотелось бы рейс от ТК взять реально, за который платят по 130, по 140 тысяч. Ну, то есть, это в 2 раза больше я бы получил, чем за этот рейс, понимаете? То есть, лям мы уверенно должны заработать, но я ожидаю большего. Я хочу заработать там лям 300, лям 500, то есть, я реально на это очень сильно надеюсь. Ну, что, ребята, тем временем, можно сказать, что за полчаса я заработал 700 тысяч. Но так, 714 тысяч у нас уже на руках есть. То есть, возможно, лям 400 мы даже и заработаем. Я, кстати, забыл сказать, что у меня на газоне стоит до бак, то есть, у меня бак 250 литров. То есть, ну, у обычного газона бак 150 литров, у меня 250. То есть, я сюда поставил до бак, поэтому у меня есть, так сказать, небольшое преимущество. Но, как видите, все равно мне приходится заезжать на заправку, потому что после обновления бензин поменяли на всех машинах. И теперь он расходуется быстрее, даже если у вас нормальная целостность. Ну, что ж, ребята, прошел, получается, Payday. Тем временем, у нас 840 тысяч на руках. Это вместе с заправкой, то есть, я заправился. Не помню, сколько там топлива ушло. И самое интересное, то, что у нас появился спрос. Это плюс 60. То есть, мы можем сейчас очень много заработать. Но, как вы знаете, X3 день бывает, как бы, не каждую неделю. То есть, это происходит там раз в месяц, может быть, раз в два месяца. То есть, такие дни происходят довольно-таки редко, поэтому, я не знаю, будет ли это честно. Но, в любом случае, в X2 можно работать на выходных и получать плюс 40%. Я думаю, это почти одно и то же, поэтому разница будет небольшая. То есть, когда на серваке X2, допустим, либо у вас была кипка, то у вас получается спрос больше. То есть, без X2 спрос 20%, с X2 40%, с X3 60%. То есть, я вот с X3 сегодня возил, у меня был рейс там 130 тысяч, мне дали спрос, я получил 204 тысячи за рейс. Да, по рейсам, конечно, пиздец, если честно, реально. Давайте, может, в резервке глянем, что там есть. Есть 120, Ведово, но это очень долго будет. Вот ТК вообще рейсов нету, да, так как я понимаю. А не, вот есть Лесоруба Бусаева, например, да, есть. Вот Карина Порт есть. То есть, есть, да, хорошие рейсы, но они не возле меня. И в Южный ехать это жопа. Все очень далеко, прям все очень далеко. То есть, я не знаю, проще, может быть, взять на Арзамас 2, и с Арзамаса 2 уже поехать в Лыткарина, и там попробую взять рейс. Вот так вот быстренько просто скидываем рейс, и едем дальше. Мы, кстати, еще делик выполнили. Вообще классно. Короче, в порту ничего нету, я решил улететь на Лесорубу, ловить тот рейс на 130 тысяч. Ну, потому что других вариантов нету, типа, там был рейс, по-моему, в Эдово, и кто там платит 50 тысяч, то есть, ну, в порту рейсов нормальных нету. Хорошо, что больших скиллов не так много у людей, то есть, допустим, там, 115, 120, ну, не у всех он есть, и поэтому мне гораздо комфортнее этот рейс, чем остальным. Так, вот, получается, Лесорубы, рейс 135 тысяч, мы его, конечно же, берем. Ну, что, тем временем залетаем, аккуратненько, у нас еще есть 7 минут, спроса на рейс не было, к сожалению. Так, у нас есть 77 тысяч, вот, есть, что, 15 тысяч, все, берем. То есть, вот такие вот рейсы приятно возить, ну, блядь, это надо быть в ТК в любом случае, то есть, без ТК вы такие рейсы брать не сможете. Да, я говорю, они спамятся редко, но, блядь, зато с помощью них реально можно больше заработать. То есть, это реально, как повезет, бывает, их много спамится, никто их не берет, бывает, мало. Это прям очень хорошо, то есть, нам за рейс дали 137 тысяч, ну, я вам скажу, это неплохо. То есть, лям 400, и то, и то, мы работали, как бы, не в лучшее время, то есть, сейчас рейсы много лучше, чем были до этого, понимаете. Да, мы, кстати, прям четко успеваем, то есть, еще остается у нас, ну, минута, мы прям четенько просто успеваем довести последний рейс. И, тем временем, у нас получилось 1 миллион 409 тысяч. Ну, а теперь, ребятки, давайте подытожим, то есть, я работал час ночью, то есть, как я и сказал, мне кажется, то, что лучше все-таки рейсы катать, когда есть спрос. Потому что, когда спроса нету, почему-то рейсы хреновые. Может быть, это так совпало, но, я думаю, понимаете, то, что я реально мог заработать больше, просто, ну, надально такая зарплата не особо стабильная, то есть, вы зарабатываете от ляма. То есть, как я и сказал, можете заработать за час лям, а можете лям 300, лям 500, то есть, реально зарплату подняли. Я считаю, результат очень хороший, я прям доволен. То есть, лям 400 за час, это прям хорошо. Но я напоминаю то, что, если в этом ролике наберете 300 лайков, я запишу видео, где буду работать всю ночь. То есть, с 12 ночи до 6 утра, то есть, до рестарта. Поэтому, если вы хотите такое видеть, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео. Всех обнял-приподнял. Всем пока-пока.